В кинематографе медитация едва ли не главный атрибут восточных единоборств. С помощью сложной сакральной практики боец осознает свои внутренние ресурсы, после чего способен противостоять более сильному противнику и выдержать любые испытания. Медитация – это концентрация в себе. Другое для меня не так важно, как дождь, снег, сильное ветер. Мастер Ши-Ян Бин – шаолинский монах, приехавший в Россию 15 лет назад, считает, что освоение медитации куда проще, чем это изображается в кино. А с учетом того, что главный противник современного человека – это стресс, эта практика будет полезна всем, кто с ним сталкивается, будь то бухгалтер, инженер или журналист. Это палка для исправлений. Она не сделает больно. Нужно будет расслаблять участки тела, которых я буду касаться. Поза лотосов, которые чаще всего изображают медитирующего, по большей части дань традиции. Единственное требование к положению – прямая спина, чтобы не мешать дыханию и при этом не проваливаться в сон. Именно поэтому новичкам не рекомендуется медитировать лежа. С глубоким вдохом начинаем расслаблять все тело. Для меня медитация оказалась самым сложным – избавиться от смотанных мыслей, которые начинают мелькать уже через минуту медитации. Ты вроде бы сидишь, концентрируешься, а в голове уже крутятся мысли, не позвонить ли маме, нужно встретиться с сестрой. Интересно, как дела у любимого кота в деревне. И тут уже, конечно, не до расслабления. Это, пожалуй, самая частая проблема, с которой сталкиваются новички. Чтобы внимание не разбегалось, его нужно концентрировать на дыхании. Дыхание – это ниточка, на которую нанизывается вся медитация. Всегда возвращай фокус на дыхание, и посторонние мысли начнут уходить. Фокусироваться легче на свежую голову, поэтому лучшее время для медитации – 6 утра. Медитировать утром можно и стоя в так называемой «позе дерева». Получается что-то вроде медитативной зарядки. Держи руки так, будто обнимаешь дерево. Опытные практики легко входят в состояние медитации в любой момент рабочего дня, чтобы, так сказать, перезагрузить внимание. Наталья по профессии проектировщик, много работает с чертежами, графиками, числами. За день устаешь очень сильно, и мозг просто закипает. Для скорейшего достижения медитативного состояния Наталья использует успокаивающую музыку. А чтобы избавиться от навязчивых мыслей о работе, внимание концентрирует на рыбках. Не знаю, как это точно работает, но уделив этому совсем немного времени, буквально несколько раз по 15 минут в день, я понимаю, что у меня становится больше сил. Ученые, как правило, связывают подобное ощущение с тем, что медитация позволяет избавиться от фоновой тревожности, что и освобождает дополнительные ресурсы внимания. Когда человек испытывает тревогу, у нас есть такая зона в мозге, называется миндалина, амигдала. Она начинает активизироваться. И, например, было доказано, что у людей, которые медитируют, активность вот этой вот миндалины, она уменьшается. Мы решились и на собственный эксперимент измерили порог моторного ответа на стимуляцию магнитным импульсом до и после 10-минутной медитации. Увеличился. Было 37, стало 40. Теперь повысилась сопротивляемость. Иными словами, после медитации нужен больше раздражитель, чтобы вызвать реакцию. Можно предположить, что этот же механизм сработает и со стрессом. Медитируя, мы становимся к нему более устойчивыми. Не самое подходящее место, но все-таки. Да, давайте продолжим все-таки эту тему с нашим гостем. В студии, зав. лаборатория развития нервной системы Института морфологии Человека РАН, профессор Сергей Савельев. Сергей Вячеславович, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, профессор. Объясните, пожалуйста, что происходит с мозгом в момент медитации, за счет чего, собственно, он лучше работает? Мозг вообще работает намного лучше, если отдохнет. Поэтому медитация, на самом деле, ну, это красивое слово, которое позволяет объяснить людям недалеким, что надо попробовать расслабиться. Если вы без всякой медитации приляжете на диванчик посреди рабочего дня, на 10-15 минут постараетесь закрыть глаза, отключиться, воткнуть беруши, то... Даже не засыпая. Даже не засыпая. Но если вы прикорнете, вас быстро начальство разбудит. Вот вы не волнуетесь. Все хорошо. Надо вы полежите 10-15 минут, вы потом встанете и почувствуете себя, ну, как новый. И у вас сразу мозг начнет работать более интенсивно. Но это же надо мозг как-то отключить. Там же постоянно вот эти вот мысли, купить помидоры, там еще что-то. С помощью медитации, да, я с вами согласен. Но с помощью медитации, если вы будете медитировать лежа на диване, это легко отключается. Вы просто засыпаете на 10 минут. А, ну, то есть ты рефлекторно принимаешь положение, и вообще все работает. А что происходит? Мне процессы интересны. Процесс очень простой. Нужно понизить энергетический обмен мозга. Потому что у нас, я об этом многократно говорил, запас внутри нейронов, собственной энергии, 6 минут. Поэтому если человека перекрыть поток энергии, кислорода, нейроны, через 6 минут начинают умирать. То есть у нас запаса очень мало. Если вы в течение дня очень активную жизнь ведете, всматриваетесь, вслушиваете, подслушиваете, подсматриваете, пытаетесь что-то запомнить, у вас энергетические расходы большие. Понимаете? И нужно создать небольшой ресурс, вот этот малюсенький, но его создать, чтобы нейроны находились в комфортном состоянии, с небольшим запасом на эти 6 минут. Как вы только отключаете сенсорные системы, то есть затыкаете уши, закрываете глаза, перестаете нюхать бесконечно проходящих мимо девушек, вы сразу начинаете экономить на энергетических расходах мозга. И нейроны накапливают небольшой запасик. И когда вы потом обращаетесь уже к активности, вам становится легче. Вы скажите, как заставить себя это сделать? Легко сказать, отключиться. Можно даже, допустим, найти и место, куда прилечь, и время. Но мозг работает как заведенный, и мысли, что надо сделать, не покидают. Но дело в том, что мысли можно останавливать разными способами. Попробуйте подумать о чем-то совсем плохом. И вы поймете, что жизнь не так плоха, как есть на самом деле. Такой-то плохой перспективе. И вы сразу успокоитесь. Ну, как в старом анекдоте. Доктор, я умру обязательно. А как же. Так что здесь вопрос сравнения. Наш мозг буйствует тогда, когда вы ему не даете объект сравнения. Это как один из крупных философов сказал. Конечно, старость – это отвратительно. Когда я думаю об альтернативе, то я и начинаю наслаждаться. Есть тоже хорошая фраза, что когда думаешь о проблеме, если ее можно решить, значит, это не проблема. Если нельзя, то чего о ней думать? Нет, вы правы совершенно. Но у нас мозг так устроен, что лучше не думать непрерывно, а все время возвращаться через некоторое время. Тогда вы сможете попытаться решить на новой неврологической базе, когда у вас формируются новые связи в мозг. Ну, получается, вот медитация – это не диета, да? Если вот с чем-то сравнивать. Это образ жизни. Ты каждый день учишь себя переключаться, перезапускать эти процессы. И тогда это только эффективно. Да, современным людям это очень нравится, потому что половина проблем носит психиатрический характер. Просто-напросто они не умеют жить. Это то, что из детства у нас с собой. Они просто не умеют жить в нашем очень жестком мире. Наш мозг не приспособлен. Хотите посмотреть, как может человек жить, идите в зоопарк, садитесь в обезьянники на полчаса и посмотрите, как надо жить. Но там чередуется все время глубокая медитация с обжорством и охотой за самками. Вот примерно так. А может быть, есть какой-то приемчик такой у вас в копилочке, чтобы вот человек сел и действительно как-то отключился? Может быть, я не знаю. Вот есть, да, кто любит тактильные ощущения? Может быть, начать думать о том, из чего сделан диван, на котором ты лежишь? Попробуйте занять свое вот свободные 15 минут каким-то сильным, вкусовым, обонятельным, осязательным ощущением. И тогда вы моментально отключитесь. Ничего сильнее, чем пищевые, ну, кроме любви, конечно. Ой, когда я ем стейк, я действительно отключаюсь. Даже бессмысленно мне что-то говорить. Ну, вот видите, я в этом не сомневался, что стейк на вас должен действовать. Скроме? Да. Я так и знал. Спасибо. Спасибо. О медитации говорили в заведующем лаборатории развития нервной системы Института морфологии Человек-Аран профессором Сергеем Савельевым. Всего вам доброго. До свидания.